Пробежать 100 километров, да легко, решили приморские смельчаки. Сказано, сделано. Ранним субботним утром стартовали. Из Владивостока выбежали 15 человек, но добежать до финиша на центральной площади у Суриска намеревались только 7. В первую очередь, конечно, пропаганда здорового образа жизни, преодоление себя, ну, как некая возможность переступить, скажем, некую грань какую-то. Занимаюсь, ну, около двух с половиной лет, то есть третий год, ну, так, более-менее активно, скажем. К этому забегу легкоатлеты готовились основательно, преодолевали длинные дистанции, настраивались морально. Ведь не шутка оставить за плечами 100 километров пути. Марафон «Приморская сотня» проходит не первый раз, но все бегуны этого года – новички. А новичкам, как говорится, везет. Погода преподнесла сюрприз в виде дождя и ветра, что не помешало плану. Что нужно? Обычная беговая одежда, беговая обувь, одеваться, конечно же, по погоде. Я вот с собой, у меня за плечами рюкзак беговой, в нем гидратор, это такая емкость с водой, выведен шланг для питья. Ну, собственно говоря, это не обязательно. До 40-го километра мы бежали самостоятельно, а уже с 40-го километра нас начинали сопровождать машины. Каждые 8 километров бегуны останавливались, чтобы попить и перекусить. В употребление шел в основном горячий чай и шоколад, а дальше с новыми силами в путь. Ближе к вечеру замаячил Уссуриск, где марафонцев ожидали коллеги по цеху, бегуны клуба «Уран». И еще 15 километров по Уссуриску. Маршрут составлен так по городу, чтобы исключить светофоры, чтобы бегуны не останавливались. И самые наши достопримечательности – парк, дом офицеров, площадь. Намеченные цели достигли все семь участников Приморской сотни. Эстафету приняли уссурийские марафонцы. 12 мая местные бегуны преодолеют Уссурийское раздолье. Ежегодный забег по окрестностям Изумрудной долины. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.